Флюорография может быть рекомендована в следующих ситуациях. Ежегодный профосмотр, проживание с беременной женщиной, младенцами, в тяжелых эпидемиологических ситуациях, устройство на работу, призыв на службу в армии, контакт с человеком, больным туберкулезом, если есть на это подозрение, подозрение на ВИЧ-инфекцию. Главным объектом флюорографии является область грудной клетки, где изучает состояние легких, сердце, молочных желез, реже костей. Это исследование относится скорее к группе скрининговых, чем диагностическое. Его цель – выявить опасные заболевания на начальных стадиях, когда еще не проявилась клиническая симптоматика. Метод эффективен для раннего диагностирования туберкулеза, пневмонии, заболевания опухолей. Флюорографию можно пройти у нас в нашем медцентре. Для этого вам необходимо с паспортом подойти в регистратуру, оформиться, затем пройти в кабинет флюорографии, отдать направление рентген-лаборанту и ожидать своей очереди. В это время рентген-лаборант оформляет электронную карту. После заполнения он пригласит вас в процедурный кабинет, укажет вам, куда вам надо стать к стойке. При этом пациент должен руки положить на пояс, плотно прижаться к экрану, подбородок положить на подставку. Рентген-лаборант проследит, чтобы все было сделано правильно. По команде рентген-лаборанта необходимо сделать глубокий вдох и ненадолго задержать дыхание. Это необходимо сделать для получения статического изображения, для получения снимка без артефактов. После окончания процедуры можно одеваться и выходить. В это время врач-рентгенолог изучает вас снимок, проводит описание, выводит заключение пациента на направление. В случае выявления патологии пациент направляется на обязательное дообследование. К врачу-специалисту при необходимости сразу сделать рентгенодиагностический снимок. За результатом исследования в ФЛГ пациент приходит с паспортом на следующий день в регистратуру. Прохождение флюорографии не вызывает болезненных и дискомфортных ощущений. Это очень простая процедура, подготовки не требуется. Пациенту за 2-3 часа до диагностики желательно отказаться от курения. Продолжительность исследования 5 минут. Немного больше занимает ожидание в очереди и оформление направления. Приходите, обследование вовремя. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова